привет, 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 привет привет, мои хорошие привет я так заскучилась очень-очень очень-очень в общем у меня море впечатлений сейчас все вам расскажу ну не все, наверное что я вспомню в общем я даже волнуюсь прям как в первый раз так сегодня у меня кофе и мы с вами будем пробовать я буду пробовать египетские сладости такая вот я вообще их сама не пробовала ну то есть я была в отеле там был швидкий стол и естественно там были сладости но вот такие вот именно в коробочке я не пробовала не знаю даже что там сейчас узнаю что давайте отказать как-то тут как-то тут залеплено так так сняла я тоже хжаву упаковку вот такая вот коробочка да в виде пирамидки я специально такую выбирала чтобы симпатичная была и как бы олицетворяла да египет пирамиды египет тут еще вот эти как красивенько нарисована типа фараона на верно так ну что давайте уже открой да как она тут залеплена трой сыграет вскоре по парламу я это все открыла или как вот такая вот получилась натриночка у этого на коробочке посмотрите это египетские сладости итак, что тут у нас? здесь у нас что-то на арабском я думаю, это пастила потом это, вроде как, казинаки да, такие казинаки а еще я думаю, что вот такие казинаки из орехов ну и все, собственно все остальное повторяется ну, кроме пастилы думаю, с нее и начнем да так, первый у нас будет пастила давайте попробуем я вообще ее не попробовала просто как-то я там сладости не особо брала вот там обычно были такие десерты необычные со сливками в красивой тарелке были тоже традиционные вот такие вот но они сейчас намеркли с этим произведением искусства которое они там делали там в картиночке съедобной там фрукты очень вкусные я один раз, нет, пару раз брала-пробовала, мне очень понравилось пастилавка, где очень вкусно пастилавка пастилавка прям обалденно жалко, что она всего одна в коробочке была как-то там ну, хотя бы две вот консистенция такая сливочная но как-бы слез шьется довольно мочи-кучи очень не сильно, но очень вкусно блин, я с одной пастилой уже выпила кофе а у меня также еще сладости ну ладно, возьмем вот такой вот это, я думаю, казинак из таких маленьких семечек не знаю, что это за это кунжут это казинак из кунжутных семечек ну так я в первый раз в таком количестве я вкушу на семечке а их так очень много зависит казинак из них ну прикольно ну так я знаю, что вам интересно думаю, стоит перейти к вопросам да итак как я отдохнула на первом месте был вопрос с кем я отдыхала отдыхала я со своим родным человеком вот мне кажется, это был мой самый лучший отдых это было очень здорово был замечательный отель прям 5 из 5 очень хорошая погода не было ни буря сильного ветра было жарко но ветерочек был постоянно поэтому никак, знаете, в Таиланде там иногда такой воздух вот я когда была там был такой горячий было очень тяжело дышать а тут вроде и солнышко вроде и жарко но при этом обдувал ветерочек свеженький такой прям не горячий воздух а прохладный и было очень комфортно из плохого у меня началась аллергия на солнце вы можете видеть что я не сильно загорела я в принципе не загораю а тут еще у меня началась аллергия на солнце это когда получается выходя на солнце я чувствую зуд жжение и краснота у меня такие пятна появлялись на руках вот тут и на ногах у меня лица слава богу не было вот я вообще сначала не знала что это такое потому что у меня в жизни не было никогда никакой аллергии вот просто ну, видимо кипецкое солнышко для меня сильно сильно горячее для меня вот и поэтому я купила таблетки от аллергии вообще ни разу не пила таблетки от аллергии пришлось взять и крем вот, кстати, не особо помог а таблетки я начала пить и как бы все прошло поэтому делаю вывод что действительно была аллергия на солнце потому что сейчас у меня все в порядке вот вот что еще я так душе, знаете, так хочется все рассказать я от одного к другому не теряюсь это забываю впечатлений очень много я плавала с аквалангом представляете впервые в жизни я просто погружалась под воду я в принципе плаваю ну такой себе а тут под воду я видела рыбок ой я видела рыбок очень-очень красивых кораллов у меня бурь эмоций я бы еще поплавала с аквалангом но это на самом деле мне было очень страшно я вот такая вот в воду заходила у меня вот так вот все туслось вот прям вот так хорошо, что там был очень хороший инструктор очень такой понимающий вот поэтому мне с ним было более-менее спокойно но вот я опускалась получается два раза первый раз это было очень жутко я все не могла никак все-таки полностью под воду уйти я вот так наклоняла голову мне было очень страшно ну как бы мы медленно плавно не сильно глубоко по-моему 7 метров на 7 метров мы уходили вот второй раз уже была на энтузиазме потому что я уже не боялась последствий я уже первый раз попробовала думаю все нормально во второй раз я уже такая вот что еще каталась на квадроциклах ну те, кто наблюдается в инстаграме видели я старалась постить фото и заливать историю вот я о том что было самое такое впечатляющее на квадроцикл каталась по песку это тоже отдельная тема ну еще я была в люксоре это всякие храмы видела мумию то есть впечатлений ребят просто очень много для человека который ни разу не был в Египте это был замечательный опыт мне очень понравилось я повернусь снова экономлю кофе теперь так так ну Египет это такой отельный отдых чем-то схожий с Турцией тоже отельный но если в Турции можно выйти из отеля и в городе погулять то есть там в магазины зайти может даже в кафешки какие-то то в Египте нет там представляете там как бы теоретически можно но там туристов на улицах нет мы проезжали по городу по Хугарде мы недалеко там жили и просто туристов нет там на каждом посту сидит охранник с автоматом прям с калашом а то и там там у нас был отель там такая целая сеть отелей и можно было например из нашего отеля ходить в другие отели гулять у нас была большая просто отельная территория и нам как бы в принципе не нужно было выезжать куда-то в город потому что мы так много где гуляли у нас на территории отеля были магазины и кафешки но в принципе они не нужны там все вручную очень вкусно кормили вот и там реально то есть каждый охранник на входе в отель у нас были браслеты и нас пускали а вообще туда никто получается посторонне сойти не может потому что у этих охранников на входе там тоже автоматы пистолеты вот такие вот огромные ножи вот такие вот вот такие вот такие вот такие тут орешки тоже наставку в карамели или в меду туши бумагу обычный рейс очень вкусно ну что еще пока вспоминаю так еще я была в аквапарке но само собой я его божаю там удобно что отель с аквапарком ты платишь воды и у тебя безгибельное посещение аквапарка это здорово мне очень понравилось он пусть и не очень большой сам по себе аквапарк но это то, что ты можешь в любой момент туда приехать там уходит автобус там расстояние 4 остановки может быть 3 3 на автобусе он всех забирает обытье на часы вы едете в аквапарк и обратно уезжаете он развозит всех до отелей тоже на этом же автобусе мне кажется, что тут очень удобно прикольно что еще море море просто волшебное из-за того, что это приотельная сона у каждого отеля свое море и они там убирают все чистят поэтому водичка голубая мусора вообще никакого пляжа песок никаких тебе знаете как в Таиланде я на общественном пляже была но само собой где-то огурки где-то бутылки всякое мусор в общем всякий а тут все чистенько все я думаю, что это, конечно, у меня такие впечатления потому что именно что это отельный отдых это когда я так все не отдыхала в Турции тоже отельный ну да я была в отеле попросила такой хороший зимний отель итак вопрос кажется что бы ты предпочитала уметь говорить на всех языках мира или уметь разговаривать с животными? конечно конечно уметь разговаривать с животными куда интереснее какой был любимый и нелюбимый предмет в школе? любимой была литература нелюбимой была география потому что меня не любила учительница по географии а сама география у меня как-то только из-за этого с кем из знаменитостей ты бы согласилась по ужинам? мне кажется, что я согласилась по ужинам только вопрос согласились бы они по ужинать со мной но вообще я бы хотела по ужинать он такой прекрасный актер мне всегда нравился Бем чудесный актер Бем в роли вживается мастер первоплощения спицы обаятельные я бы с ним хотела по ужинать такой прям замечательный актер прекрасный мужчина так ну что, мои хорошие сегодня у нас был такой мукбанк по моему возвращению следующий мукбанк будет более такой как мы привыкли что-нибудь я приготовлю также отвечу на вопросы расскажу еще что-нибудь что-нибудь еще новое в общем я очень рада я по вам очень-очень скучала поэтому давайте я вас всех люблю целую скоро увидимся то мы я так так я Продолжение следует...